Экономисты прогнозируют подорожание товаров и услуг уже этой осенью. Как сэкономить на земельном налоге, кому положены новые льготы. И экзотическому бизнесу конец. Продажу редких животных в интернете закон запретил. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Цены в Татарстане вырастут к осени, пишет РБК и ссылается на прогнозы экономистов и аналитиков. Потянет ценники вверх стоимость бензина и ставка НДС, которая, как ожидается, хоть и вырастет с 18 до 20% только с нового года. Но чтобы 2 января 2019-го новые цены не шокировали покупателей, производители и продавцы, скорее всего, будут приучать нас к ним постепенно, говорят эксперты. И начнут поднимать цены уже с осени. Стоимость бензина тоже скажется на логистике. Производителей доставлять материалы и готовые товары будет накладнее. Татарстанские перевозчики уже сегодня фиксируют снижение на рынке транспортных услуг. По топливу сейчас, то, что поднялось, это же ведь еще не конец. И сейчас же по всем отраслям фактически есть всевозможные ограничения. Водятся системы такие, как Меркурий, Платон. Это все сборка дополнительных денег. А кто в итоге будет за это платить? Конечно, потребители. У нас и так самая дорогая достатка. По скромным подсчетам аналитиков, инфляция в будущем году может показать 4,2-4,8%. Неизбежен рост цен на все. От продуктов до услуг, стоимости квартир и авиабилетов. Разве что цены на спички и хлеб останутся прежними. Государство обещает, что социально значимых товаров новшества не коснется. Несмотря на то, что органы власти заявляют о том, что население в основной своей массе не пострадает от увеличения НДС, но мы все равно как потребители продукции, потому что повышение НДС, это обязательно скажется на ценах, на ту продукцию, которую мы покупаем сами. Соответственно, мы в любом случае на себе это почувствуем. И, скорее всего, потребительский спрос изменится в сторону экономии и накопления. Новость приятная для всех, у кого есть земля в собственности. С этого года можно будет сэкономить на земельном налоге. Делать это смогут, правда, не все, только льготники, пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной, боевых действий. Сейчас налоговики как раз рассчитывают сумму налога. Извещения разошлют всем осенью. Тем, кто претендует на льготу, надо до 1 ноября обратиться в налоговую службу. В этом году впервые при исчислении земельного налога за 2017 год вводится налоговый вычет. Он уменьшает налоговую базу по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров или 600 земельного участка, площади земельного участка для отдельных категорий физических лиц. Данный налоговый вычет применяется только по одному земельному участку по выбору льготника, независимо от категории, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка. Итак, на 0,06 земли и меньше льготникам налог начислять не будут. А если участок, скажем, 10 соток, то из них 6 соток освободят от налога, а за оставшиеся 4 придется заплатить. Сумму налога рассчитают по кадастровой стоимости. И заплатить его нужно будет до 1 декабря этого года. На 4 года сесть в тюрьму можно будет за незаконную онлайн-продажу ценных, диких, экзотических животных. Закон на неделе подписал президент России в перечне запрещенных продаж краснокнижных животных России и тех, что охраняются международными договорами Российской Федерации. Сегодня в интернете можно встретить 30 тысяч объявлений о продаже редких животных. В Казани, например, предлагают купить питона за 18 тысяч рублей, удава за 20 тысяч или паука-птица-еда за 2 тысячи. Те, кто занимается их продажей, все вместе зарабатывают в год 19 миллиардов рублей. Компания «Унистрой» уже более 20 лет осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости города Казани. И с 2014 года при помощи ЖНК «Жилищные возможности» реализуется программа рассрочки. Вам не требуется подтверждение доходов, справок, поручителей. Вам необходим только паспорт и желание жить в новых комфортабельных комплексах от компании «Унистрой». Приобрести квартиру в ЖНК было совершенно несложно. Ограничения по возрасту отсутствуют. За один день мы все это оформили, и когда сдался дом, я въехала в свою хорошую квартиру. Это удобно, выгодно, без переплаты, и самое главное, можно использовать материнский капитал. Очень удобно, не нужно страхование оформлять. Нам подошло, мы взяли. Основными аргументами в пользу выбора жилищно-накопительного кооператива для меня является минимальный пакет документов, и я сам контролирую свой ежемесячный платеж. Вот такой была экономическая картина этого дня. Что принесет день новый, обязательно узнаем и расскажем. Смотрите новости экономики на телеканале «Татарстан-24». До встречи. Татарстан-24